итак дорогие друзья с вами валерий болшиновский это ubuntu 1804 lts то есть будет поддерживаться до 23 года значит вот так она выглядит смотрите вверху обзор то есть можно быстро перейти к любому приложению далее вот здесь внизу тоже есть клавиши показать приложение здесь они вот так переключаются на самом деле можно найти в центре ubuntu то есть в центре gnome сейчас стоит среда gnome 3 грубо говоря вы можете установить дополнение shell где будут расширения по сути дела можно сделать космический корабль с ubuntu и вообще никто не дотянется но вот смысл такой то есть набираете установить gnome shell и и вы найдете кучу информации ну вот сюда от install gnome gnome shell то есть по сути дела у вас открывается вот такая вот программка здесь есть автозапуск внешний вид то есть дополнительное расширение кроме вообще основных настроек и вот они расширение расширение сразу связанные с сайтом то есть у вас будут когда вы установите расширение вам предложат создать логин пароль то есть у вас вот установлены расширение будет их вообще тут тысячи но опять же можно набрать лучшие лучшие расширение лучше расширение gnome 3 лучше расширение gnome 3 и вы обязательно найдете кучу расширение видите здесь разные ну допустим я могу включить и я поигрался но они мне практически не нужны вот я включая вот появляется проверка обновления расширение вот работа с буфером обмена если чё-то забыли раз сразу скопировали и вот это ну пока работали вот она сохраняется дальше поехали что дроп дом терминал но это вообще великолепная по f12 вот появляется терминал конечно можно обычным пользоваться запись видео программы если скринкаст далее extension по сути дела можно вывести все расширение вот сюда прямо на экран погода ну вот появилась погода далее ну это я говорю что я установил панель олсд ага это показывать где будут показываться уведомления кому-то нравится вот вверху кому-то справа кому-то слева далее папки индикатор дополнительные папки для быстрого перехода видео далее топ икон с но это просто-напросто для устаревших чтоб допустим некоторые программы она перемещает иконки вверх windows лист то есть ну кто привык чтобы внизу появлялась меню пожалуйста вот она появляется ну как я говорю что ну а два ubuntu вот это расширение ubuntu doc они стандартные ну я поигрался пока особой необходимости нет то есть я их уберу шрифты электропитание можно настроить ну и стандартные настройки я показывал тоже все очень понятно bluetooth фон панель уведомления посмотрите пользоваться очень удобно да да достаточно даже базовых вещей обзор нажал надо что-то раз перешел если найти программу допустим там быстро раз system bug надо пожалуйста все все ментом все ментом работает хоть я пользуюсь ubuntu несколько лет и полностью не работаю но все-таки я себя считаю просто уверен новичком до профессионала мне именно в ubuntu далеко но расскажу немножко о программах там бой мне больше всего нравится почему ну смотрите это заметки кстати здесь вот так вот подтягиваешь тогда она окно становится другого цвета вот создали заметку d и связать все она закрылась никуда не денется если нам надо найти к заметку мы можем их упорядочить и в принципе всегда а так нажали на ссылку и сохранили информацию получается не надо создавать кучу окон она есть в центре приложений ubuntu вот так он выглядит сейчас вот строка там бой берем просто устанавливаем все остальное то же самое что было раньше в ubuntu далее каким мы программами я пользуюсь пай чаром конечно же надо перезапустить по она загружается пока ладно пока выйдем пай чаром intel лишь андроид студия ну и дальше все стандартные файли зила для ftp гепартед для работы с дисками system bug для сохранения точек восстановления очень удобно создать новую все отметил где предел точек восстановления у меня три потом но старый удаляется новая создается офигенная вещь всегда будет сохранять и восстановить нужное положение эта программа вообще супер пупер нету windows нигде такой плюшки грубо говоря смотрите вот эта программа она сохраняет как правило домашней директории вам при если вы совсем новичок то важно очень важно домашнюю директорию не удалять или расположить другой какой-то директории то есть вот систем баг по сути дела если вы допустим даже сломали систему пока учились а потом но у вас была копия систем баг вы просто напросто на новую систему опять устанавливаете программу систем баг она она находит старые системы которые были выбираете эту точку восстановления и нажимаете восстановить систему все и она начинает работать без проблем иногда пользуюсь зим какие-то вещи записываю себе по курсам но здесь можно создавать страниц создавать по странице такая простенькая программа иногда пользуюсь медит мне очень нравится очень простой тоже есть центре ubuntu медит очень простой редактор текстовой ну такой хороший как выглядит наутилус кстати вот здесь появляется когда работа над файлами вот здесь крутится кружок что операция проходит и на него можно нажать и будет видно ход выполнения вот папочки показать скрытые файлы убрать скрытые файлы то есть вот такие вот вещи что еще можно сказать ну я говорю у меня программ ним немного которые которыми бы я пользовался далее ну само собой виртуаль бокс и тоже есть центр приложения ubuntu далее ну в принципе для работы мне надо по сути дела три программы это пайчаром intel лишь и android studio это основное но само собой почта здесь она встроенная программа это обычная да как и стояла по сути дела система интересная сейчас ubuntu соединиться с многолетним гномы и конечно здесь открываются огромнейшие перспективы как ну по крайней мере но мне она сразу понравилась и легла на душу сразу же с первых шагов единственно подстроить немножко и будет работать как волк в общем то довольны будете чтобы не было видео kerter и и и